Но бывают обстоятельства, которые не позволяют работать принципу при прочих равных. Это обстоятельство называется мультиколлинеарностью, то есть связь между предикторами. Проверим, есть ли у нас между предикторами линейная связь. Для этого снова иду в SPSS и запускаю опцию Correlate. Переношу направо интересующие меня предикторы, весь набор, и запускаю через синтекс. Вижу, что по большей части у меня маленькие значения, хоть и значимые. Переношу в Excel, чтобы было удобнее сориентироваться. Я подсвечу значения, которые достаточно большие. Сначала я фильтрую. И затем, выбрав сами значения, прошу сделать условное форматирование. Правила выделения ячеек больше 0,5 поставлю. То есть связь выше умеренной. В моем случае она отсутствует. Но есть значение близкое к 0,5, 0,465. Это линейная связь, положительная причем между удовлетворенностью работой и удовлетворенностью баланса между работой и другими сферами жизни. Чтобы иметь возможность интерпретировать коэффициенты, соответствующие этим коррелирующим предикторам, нам придется выполнить одну из альтернатив. Одна альтернатива состоит в том, чтобы провести факторизацию, то есть группировку коррелирующих переменных. Другая альтернатива состоит в том, чтобы построить вспомогательную регрессию. У нас коррелирующих переменных немного, поэтому здесь можно сделать вспомогательную регрессию. Я подсветил коррелирующие переменные. Что важно, что этот коэффициент не корректен, потому что еще опосредующее влияние.